Всем привет дорогие друзья! С вами команда ZergTV, Совы и Кантри, и сегодня мы для вас проходим кооператив компании второго Старкрафта на сложности в 200%. Совышка, здравствуй! Всем приветики! Кантри! Всем большой привет! Ну что друзья, нас ждет сегодня невероятно сложная миссия, и это миссия, в которой мы должны захватить что? Небесные затворы! Это сложная миссия, в которой на нас будут постоянно-постоянно нападать, и нам будет нужно от всех этих атак отбиваться и, конечно же, прорываться к центру. Как ты думаешь, Совышка, у нас получится? Конечно, если только нас не съедят прямо сейчас! Вот это жестко! Прикинь, вот буквально мы еще даже базу толком не раскачали, уже на нас нападают несколько имморталов, сталкеров, зиотов, морпеков, мародеров. Да, кстати, прикол этой миссии в том, что на нас нападают сразу две фракции, вы представляете? Они оборзели! Вот что я скажу! Да, и, кстати, в этой миссии довольно прикольно использовать фениксов, у которых нет маны, но есть трудаун на обилку, то есть можно довольно часто поднимать и не ждать, пока энергия накопится. Мне, кстати, практически убили роботикс, и мы очень много фейлов допустили, когда пробовали ее проходить. То есть нас постоянно пробивали в начале, мы даже не успевали сделать застройку и поняли, что нужно сделать максимально большое количество юнитов. И вот сейчас я пытался спасти иммортала, но видели, он даже... Феникс не успел откатить свою обилку с трудауном, и иммортала поднять тоже не успел. Даже потеря этого иммортала сказывается на ближайших минутах, потому что каждая следующая волна сложнее, сложнее и сложнее. Тут вообще нужно каждого юнита беречь. Если получится, мы должны уничтожить призму и использовать ее реактор для улучшения нашего солнечного ядра. Ну и фениксов здесь надо беречь. В принципе, зилоты расходный материал, их особо беречь не надо, поэтому ты у нас сегодня играешь с зилотами. И эти зилоты должны будут очень неплохо танчить. И пока они будут танчить, у нас будет возможность наносить максимально большое количество дэмэджа с дальностреляющими юнитами. Кстати, этот прием также советую в рейтинге использовать, когда вы играете в полноценные матчи против живых людей. Ну что, тем временем Кантри уже выходит во вторую базу. У нас, к сожалению, в этой миссии не особо много локаций, точнее она только одна. И тут прилетают грелки! Ты посмотри, ты посмотри, какой классный разогрев. Слушай, я безумно хочу такие грелки. У них сплэш по зданиям! А че так лихо-то сильно? Круто. Они красивые. Опа, батончик как разлетелся. Слушай, мне настолько понравился этот скин, что спешу предположить, что нужно разыграть такой скин среди зрителей. Че думаешь? Естественно надо! Тогда предлагаю оставить комментарий к этому видосу. Ну, конечно, когда вы его досмотрите уже до конца. И среди кого-то из вас, кому-то из вас повезет, мы разыграем скин Толдоримских черных грелок. Моих самых-самых любимых, кстати. Это вообще самые офигенные скины. Кстати, не помню, по-моему, скинпак я даже полный себе не покупал. Но вообще мне очень понравились эти скины. Когда они первый раз вышли, мое сердечко просто забилось. Я всю жизнь мечтал о темных скинах протасов. Думаю, ты тоже. Да, я поучаствую в розыгрыше. Смотри, 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 Толдоримы решили у нас скин отжать. Черт. Блин, ну придется сделать что-то. Форсфилд какой ты, посмотри! Слушай, надо было Нексус, наверное, раньше в этой миссии ставить, потому что к этой атаке, к 13-й минуте, надо было уже подготовиться посерьезнее. Просто Нексусы, чем полезны здесь, они очень на большом расстоянии стреляют. То есть они хилятся батарейками и привлекают на себя часть удара. То есть соперники стреляют по нему, а не по нашим юнитам. Поэтому мы и приняли решение застраиваться Нексусами, как планетарками терны обычно делают. Да, ну, кстати, Нексус нехилу так помог тут. Хорошо, пожалуйста. Ну смотри, вообще-то он половину хп потерял, то есть как минимум. И при этом щиты еще восстанавливались батарейками. Тут надо постоянно ждать, когда энергия в них восстановится. Вообще, в принципе, когда эту миссию проходишь, я напомню еще раз, что это 200%. То есть юниты здесь наносят просто катастрофически огромный урон. И надо постоянно двигаться-двигаться вперед. То есть на месте стоять вообще нельзя ни в коем случае. Опасный момент, нападаем на центр. Так, центр мы захватили. А что это за дивы-то? Это они опаздывали, что ли? Это какие-то... Они не успели к сражению, я понял. Ты видел, он... Он подмогу привел! Читаем опилки! И вот единственное, что мы не сразу поняли, и это вообще был первый раз, когда мы это использовали, это вот использование этого микоза, который не стакается одновременно с заморозкой. То есть пока юниты заморожены, они не могут дамажиться этой обилкой. Вот, потом мы это учтем. Слушай, а как думаешь, можно будет эти обилки как-то прокачивать, или, ну, модифицировать, больше урода как-то им использовать? Надо смотреть, так сразу и не скажешь. Я помню, в каких-то миссиях-компаниях была возможность апгрейдживать какие-то свои спеллы. Было бы интересно. Ребята, если вы поставите лайк прямо сейчас, это очень ускорит выход в следующей миссии. Пойду тоже поставлю. Скорее бы. Гайз, хочу спросить. Хотите ли вы, чтобы мы сыграли с собой в совместный режим? Сова ни разу в этот режим не играла, но, думаю, это будет очень интересно. Особенно первое впечатление от него будет довольно прикольно. Ааа, я очень хочу. Ну, тогда будем ждать отзывов наших замечательных зрителей. Вот в этом моменте я хотел помочь кантре, чтобы спасти его справа. Ну, вот на центре у нас здесь был очень серьезный выход с батонами, колоссами, грелками, зилотами. Ого, какой выход. Зерк, видал? Я тоже заметил. Колосс заморозился. Да, то есть, получается, табилку можно ставить в какой-то узкий проход и ждать, пока юнитон не юсами зайдут. Блин, я этого не знал. Офигеть, круто. Будем юзать. Кстати, очень сильно хочу поблагодарить нашего замечательного пользователя, которого зовут Владимир, за безумно теплые слова. Братюнь, я когда читал, я чуть не прослезился. Это так приятно. Требуется больше Виспена. Обилка на центре. Слушай, классный микоз. Очень много он дамажит. Я смотрю, что, во-первых, он работает по воздуху, по земле. Во-вторых, он, правда, долго действует. Но после того, как он, скажем так, проработал, можно уже, по сути, гораздо легче добивать юнитов. То есть, он много хп забирает, особенно у тужирных, у батлов там и так далее. И вот в первых миссиях у нас была проблема, что мы не могли с батлами нормально драться, потому что у нас не было этих обилок, и их трудно было выбивать. Помнишь там миссия третья, четвертая, где нас с батлами вначале нападали? А, помню, конечно. Было круто. С гибридами еще миссия была. Кстати, ребят, очень советую посмотреть. Она была просто лютая. С удовольствием сделаю это. Вместе с тобой. Ничего себе, там армия. Да, там лимит уже очень серьезный. Слушай, как бы мы без этой обилки вообще проходили, это я не представляю. О, я придумал челлендж, короче. А давайте пройдем эту миссию без обилок и морталов. Это была шутка. Какой там сплэш, ты смотри. Ай-яй-яй. Она мне драгона чуть ли не убила. Его. Прям как в фильме «Звездный десант». Да, кстати, классный фильмец. Круто, что вспомнила. Там, правда, борьба тиранов с зергами, но вообще фильм очень зачетный. Так, здесь подъем наверх. Нужно прям очень аккуратно и быстро подниматься, потому что частые волны, постоянные атаки, и нужно как можно больше расчистить проходы, чтобы нам уже было легче потом. Да-да-да. Тут жестко. Шикарная билка зашла. Я половину лимита замедлил, заморозил. Сейчас твои сэнтри помогут. Фетярка, а ты расскажешь, как заходить на рамку? Да, конечно. А клик и смотришь на миникарту. Зилы тут сталки. Кстати, у сэнтри здесь прикольная тема, что они не просто дают охранный щит, они ускоряют передвижение. То есть, чтобы юниты меньше толпились. Ух, красота. Кантридж, может быть, нужно было кинуть заморозку? Не, не надо ничего морозить. Ладно. Кантридж. Друзья, пока кантри отбивается от мощных атак своей родной расы, и вы смотрите это видео, на канале каждую неделю появляются интереснейшие видосы. И гайды по всем расам, и что-то еще интересное. Кооперативы, компании. Очень советую вам подписаться на наш канал и регулярно за ним следить. Мы будем стараться для вас делать много чего интересного. Я пока гайды монтировала, играть научилась. Черт, давно пора. Так вот что нужно, чтобы научиться играть. Да, ты что думал. Монтировать гайды. Шикарно. Естественно. Верк, слушай, я тут всего хотела спросить тебя, а тебе какая миссия больше понравилась из пройденных? Я в лютом восторге от первой. Честно, вот первая миссия, она самая, наверное, прикольная. Там нужно микрить определенным количеством юнитов, там есть жесткие ограничения, и у тебя нет возможности варпить войска. То есть ты играешь с тем, что есть. Я это очень люблю. Да, это было круто. А помнишь, как гибриды выкопались? Молчи ты чего, спойлеры! Ладно, ладно, ладно. Ну что, спасибо Савеи и Кантри за компанию. Это был реально классный кетократив. Ребят, большое спасибо, что посмотрели. Еще раз последнее напомню вам про комментарии лайк. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, какую миссию вы ждете, как вам девятая, и вы просто не представляете, что мы приготовили для вас на 10-й миссии Коопа. А в конечной заставке, напомню, будет ссылка на плейлист со всеми роликами. Удачи! Все пять затворов под нашим контролем, Иерарх. Проход в храм открывается. Похоже, войска Амуна отсупили. Я чувствую лишь абсолютную тишину внутри храма. Значит, мы преуспели. Скоро мы узнаем, что приготовила нам судьба. Сироту. Шакурус. Шакурус. Королева клювков. Ортанис, подожди. Я не враг тебе. Я пришла в поисках Зелнага. Жизнь огняца. Масса. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.